Отец Иоанн, хороший священник, любимый прихожанами и опытный благочинный, с молодости своей соблюдал в отменной трезвости себя и жил в самом примерном поведении, но, имея уже близу 67 лет, лишился жены и подпал другим несчастьям, из которых каждого в раздельности довольна было, чтобы весьма мужественную душу поколебать. Зять его повредился в уме, дочь возвратилась под отчей крови с немалую семьёю, а сын предался дурным страстям и пошёл в актёры. А ещё всего более отцу Иоанну принёс огорчение и ущерба тягостный лаж, который был объявлен от казны на серебро, через что в состоянии отца Иоанна вдруг вышло понижение, так как он содержал всё своё у себя в наличных бумажках. И тогда, ото всего этого, отец Иоанн стал искать забвение своего горя в вине, которого прежде во всю жизнь свою не пил. Поначалу это новоначатие окрылось только в стенах дома, но потом, как беспрестанно беречь несчастного старика было некому, то и посторонним слабость его начала делаться заметная. И, наконец, был в храме неудобный случай, что он, сделав возглас, заснул и нескоро пробудился. Прихожане, весьма его любя, хотели это покрыть, но тщанием отца Иродиона, который себе благочиннического места желал, стало ведомо владыке. Владыка же был строг. Он не похотел оставить всего в туне, а призвав отца Иоанна к себе, сказал, что для пользы его души, при его преклонных уже летах, от благочиннических обязанностей его освобождают. И советует ему читать «Часы благоговения», а для пользы службы на место его назначил отца Иродиона. Удар этот на отца Иоанна самолюбие столь повлиял жестоко, что он, вместо того, чтобы читать «Часы благоговения», еще больше стал неосторожен. А когда дочь ему в доме вина возбраняла, стал заходить с заднего входа в трактиры, и особенно часто приходил к одному из своих прихожан, трактирщику, и с давних пор почтительному его духовному сыну. Этот трактирщик подавал ему своего домашнего приготовления графин на горькой Трифоли, и отец Иоанн ее потреблял со вкусом, говоря, «Эта горечь для меня отраду приносит, ибо она горечь в жизни моей прообразует». Духовный же сын-трактирщик священника оберегал от взоров публики и предлагал ему все не в трактирных, а в своих жилых комнатах, не в виде трактирного угощения, а как домашнее хлебосольство. И когда отец Иоанн был неисправен, он тут же у него на диване отдыхал, покрыв лицо платочком, а семейные из той же комнаты даже канареек выносили, чтобы очи своим трескучим пением его скоро не пробуждали. Так, отдохнув, священник уходил без явного в его состоянии примечания. Но однажды, когда трактирщик и домашние его были по некоторому случаю в развлечении и канареек не вынесли, отец Иоанн ранее потребного времени пробудился и вышел колеблясь. Но, почитая себя еще сильным, чтобы дойти до дому, пошел дальше, а когда пошел, силы ему изменили, и старые ноги его по скользкой осенней грязи стали идти неверно, и он поскользнулся и упал за углом улицы, и встать уже был не в состоянии. По случаю же вышло так, что новый благочинный, отец Родион, в это самое время со старым причетником Ильком из дома своих прихожан, совершив крещение младенца, возвращался. И, увидя отца Иоанна в его несчастном положении, злобно улыбнувшись, сказал, «Какое недостойное зрелище! Смотри на это и будь готов отвечать, что ты видишь!» А причетник Илья, будучи доброго сердцу, и отцу Иоанну по училищу еще товарищ, отвечал, «Виноват, отец благочинный, я не знаю, что вы видите». «Я вижу бесчинного срамника, отвергшегося благодати своего сана», — сказал отец Родион. «А я вижу горестного несчастливца, и благодати в нем отвергать не дерзаю, ибо она неотъемлема», — отвечал Илья, и с теми словами поднял отца Иоанна, поставил к стене и сказал, «Благослови, отче». Отец же Иоанн раскрыл глаза и благословил его, а потом, ослабев, лег Пакий. Но Илья пошел к нему в дом, и, позвав человека из домашних, отнесли его и прибрали. Вскоре засим отец Иоанн умер, благословив всех, а также и отца Иродиона, отвергавшего его от благодати. И добрые прихожане над могилой его долго служили панихиды, а Иродиона не любили.